Невероятно красивые закаты, равно как и море. Последнее время становится объектом номер один в различных соцсетях. Например, в том же Инстаграме практически ежедневно появляются красивые посты на эту тему с подписями признаниями в любви к родному городу. Несмотря на сумасшедший современный ритм жизни Владивостока, у горожан еще остается время на то, чтобы насладиться необыкновенно теплой весной, шумом уже оттаившего моря и, конечно, удивительными дальневосточными закатами. Красоту заката в своих постах воспевают не только местные жители, но также гости с приморской столицы. Так, например, необыкновенный момент захода городского солнца попал в объектив пары туристов из Бразилии, которые отдыхали во Владивостоке в сентябре прошлого года, а в феврале 2016-го выложили в сеть короткий фильм о краевом центре. В ролик вошли мосты, море, закаты, достопримечательности и живописные места города. Владивостокские закаты воспевают и в кино. Так, например, действия фильмов, съемки которых проходили в столице Приморья, разворачиваются как раз на фоне захода солнца. Это и фильм российского режиссера Александра Андрющенко «Напарник», и немецкий документальный «Тоска по морю», и фильм «Мой любимый телохранитель» китайского режиссера Само Хунга. Выходящая в России французская газета «Ле кюрьер де Руси» в конце октября 2015-го выпустила номер, полностью посвященный столице Приморья. На всех страницах газеты прекрасный, великолепный Владивосток, а также рассказ о нашем городе и его достопримечательностях. Там океан, видный отовсюду, который облизывает берег города. Можно подойти и погладить. Там огромное солнце и быстрые, красивые закаты. Там едят устриц и гребешков. Там суровые, важные корабли, а офицеры флота ходят по улицам с плеером в ушах. Но закатный солнечный свет – это не только красиво, но еще и полезно, уверяют врачи. Свет заходящего солнца оказывает живительное, стимулирующее действие на глаза и позволяет до глубокой старости сохранять высокую остроту зрения. Этим методом широко пользуются йоги. Но только смотреть нужно именно на красное солнце, каким оно бывает над самым горизонтом, то есть на восходе или на закате. Марина Абалешева, Кирилл Корнилов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok